Спасли детей, рискуя жизнью. Именно так поступили четверо старшеклассников, когда стали свидетелями пожара в одной из квартир жилого дома. В задымленном помещении находилось трое детей, самому младшему из которых едва исполнился год. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Четверо героев, несмотря на огонь и едкий дым, на руках вынесли маму и детей. Марина Кошмак расскажет подробнее. Все, как и во многих других школах города, уроки и перемены, учителя и школьники. Только с недавних пор у 12-й школы появилась своя, особая достопримечательность. Старшеклассники, которые по воле случая стали настоящими героями. Дружной компанией они гуляли на улице, провожали подругу домой. А там едкий дым и огонь. В квартире трое маленьких детей и их мать. Первым в горящую квартиру вбежал Владислав. Когда я увидел двоих детей, я думал, я их сейчас на себя возьму, а потом уже за другим. Оказывается, все со мной рядышком были. Я думал, я-то один там. Поворачиваюсь уже, когда взял это. Поворачиваюсь, смотрю, с кем я справляюсь. И пацаны до сна, я такой, ого, так приятно. Как признается молодой человек, в пламя дым бросился, не задумываясь. Главное было вызволить людей из огненного плена. Со спасением младших детей их матери проблем не возникло. Они благополучно попали на свежий воздух. А вот шестилетнего мальчика пришлось поискать. Ребенок, напуганный огнем и дымом, спрятался. Он кричал. Я его увидел, что он там кричит, и он под изъялом сидел. Я забежал его, взял на руки и выбежал на улицу. Спасти удалось всю семью. Подростки совершили действительно героический поступок. Удручает лишь то, что свидетелями этого происшествия стали многие взрослые. Но ни один из них не помог ни школьникам, ни пострадавшей семье. Такая толпа была. Все смотрели. Не умешались взрослые тогда, когда одному из юных спасателей самому понадобилась помощь. Наглотавшись дыма, Влад потерял сознание прямо в горящей квартире. Смотрю, Влад лежит. Я его так на плечо закинул. Я хотел побежать до поликлиники, что-то ему еще хуже стало. Я его на плечо закинул, побежал навстречу, чтобы такси поймать. Большинство машин, 5-6 машин остановились и послали меня просто. Что ты здесь стоишь? Иди ты, короче. Потом мужик хоть один остановился, нас довезли до второй поликлиники. Мы заходим туда с мужчиной, он кричит, что нам плохо. А там девушка стоит в плаще белом, стоит с чаем, говорит, а вы знаете, это не наша проблема. Неравнодушный водитель довез пострадавших школьников до приемного покоя, где уже и была оказана помощь. Спасение многодетной семьи не прошло бесследно и для других участников спасательной операции. Каждый из них получил порцию едкого дыма и с отравлением провел часть ночи в городской больнице. Но подростки ни на секунду не пожалели о своем поступке. Ради спасения людей каждый бросился бы в дым и огонь снова. Поступок действительно достойный уважения и благодарности не только от пожарной охраны, но и от жителей города, естественно. И понятно, что от семьи, в которой были спасены дети. Четверо подростков показали пример настоящей человеческой отзывчивости, доброты, сопереживания и дружбы, которой может позавидовать любой взрослый. Дети из разных слоев, социальных слоев, да я имею в виду, разных национальностей. То есть, ну вот такой, вот чужой беды не бывает. Чужой беды не бывает. Добрые дела не остаются незамеченными. Этих отважных школьников вскоре ждет заслуженная награда от гарнизона пожарной охраны города и главного управления МЧС округа. Но самое главное – это спасенные детские жизни и понимание того, что подрастающее поколение способно на героические поступки. Марина Кашмак, Давид Давида Швили, служба новостей «Импульс».